Субтитры сделал DimaTorzok История Гомельского государственного колледжа искусств имени Нестора Федоровича Соколовского, советского хормейстера, фольклориста, композитора, автора музыки, гимну нашей страны, неотделима от истории всей музыкальной культуры Беларуси. За почти сто лет в стенах этого заведения постигли тайны искусства тысячи выпускников. Десятки из них обрели всенародную популярность и сегодня известны не только на территории нашей страны, но и далеко за ее пределами. Среди ярких имен главный хормейстер Большого театра Беларуси Нина Ломанович, композитор Дмитрий Евтухович, солист эстрадного коллектива «Сябре» Анатолий Ярмоленко и другие. Этих детей знаешь, их учишь, видишь их рост, их развитие, чем они живут, кем они становятся, когда они выходят из нашего учреждения, поступают дальше. Многие возвращаются. Половина преподавателей нашего колледжа – это бывшие выпускники колледжа. На протяжении почти столетней истории за музыкальное воспитание кадров отвечали лучшие преподаватели, композиторы, хормейстеры, заслуженные артисты, работники культуры и деятели искусств. Сегодня здесь получают образование более 400 человек. Это одно из самых многопрофильных среднеспециальных учебных заведений Беларуси. Обучение ведется по 14 специальностям. Учащиеся постигают азы хореографического и эстрадного искусства, получают важнейшие навыки и знания в области инструментального исполнительства, учатся играть практически на всех видах инструментов, обучаются пению, музыковедению и дирижированию. Баянное отделение – это баянный оркестр со званием народный, струнно-смычковый – это камерный оркестр. В прошлом году получил звание заслуженный любительский коллектив. Коллектив русских народных инструментов, цимбальный оркестр, духовой оркестр, эстрадный оркестр. То есть очень много коллектива, мы ими гордимся. Вот уже 10 лет подряд молодые музыканты завоевывают награды и занимают призовые места на престижных республиканских и международных конкурсах исполнительского искусства. Имя колледжа ежегодно звучит на самых престижных концертных площадках Беларуси, России и Европы. Были в Москве на международном конкурсе из 600 участников, они привезли гран-при. И прямо текли слезы, когда они мне прислали из Москвы видео и говорили о том, что на сцену приглашается коллектив из города Гомеля, Гомельского государственного колледжа искусств имени Нестора Федоровича Соколовского, который получил гран-при. Как говорят, кадры решают все. Благодаря высокому уровню профессионализма преподавательского состава о качестве образовательного процесса колледжа искусств имени Нестора Федоровича Соколовского говорят с восхищением и у нас в стране, и за рубежом. Значительно реже встречается талантливый педагог, чем талантливый ученик. Если мы часто говорим, что найти талантливого ученика, это надо перевернуть целый муравейник, целую кучу мусора, пока найдешь маленькое золотое зернышко таланта, то среди преподавателей это не куча, это огромную гору нужно переворошить, чтобы был талантливый педагог. Александр Мазепин – преподаватель по классу контрабаса, дирижер камерного оркестра и мастер-градировщик. Его школа – одна из самых сильных в стране. Наряду с подготовкой виртуозных исполнителей он занимается и реставрацией музыкальных инструментов. Иными словами, дарует контрабасам вторую жизнь. Секретом успеха любого музыканта считает увлеченность и труд. Представьте себе сравнить музыкальный колледж с любым другим средним специальным учебным заведением, с техническим. Там ученик отсидел лекции, добросовестно подготовил свои занятия, и он свободен, у нас нет. У нас полный перечень дисциплин, можете себе представить, очень много. И плюс ко всему, каждый день один из этих учеников должен отзаниматься самостоятельно не менее пяти часов. Методики преподавания в колледже и формы образовательного процесса нередко сравнивают с традициями Санкт-Петербургской школы искусств. Образовательная система нацелена тоже, ориентирована на то, чтобы традиции с новациями совмещать и чтобы, конечно, адаптировать учащихся к реальной жизни. Чтобы они были носителями фундамента в своей профессии, традиционного фундамента профессионального. И в то же время, чтобы они могли эффектно и ярко демонстрировать себя на рынке труда, чтобы они могли эффектно и ярко заявлять о себе в молодежной среде, чтобы они становились лидерами этой среды. За годы своего существования, а это уже без малого 95 лет, колледж подготовил и выпустил свыше пяти тысяч специалистов. Некоторые учащиеся стали обладателем специальной премии президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Но главное в призвании юных исполнителей и их преподавателей – это светлая миссия сохранения и популяризации лучших традиций культуры и искусства. Редактор субтитров А.Семкин